Картинг Здравствуйте! Я, как видите, автогорщик. Но вас, возможно, удивляет моя несколько необычная машина. Она называется КАТ. Это микроавтомобиль. Его легко можно построить собственными силами. А как это делается, можно увидеть, ну, хотя бы на Рижской станции юных техников. Конструирование, а затем и постройка карт, увлекательное занятие. Юные латвийские техники по праву гордятся тем, что вместе с автолюбителями Москвы и Таллина первыми в стране начали строить карты. Чем же полюбились молодежи эти маленькие автомобили? Да, прежде всего, конечно, тем, что карт дешевая и несложная по конструкции машина. Смотрите. Рама, руль, четыре колеса, мотор, бачок для горючего. Вот и весь карт. А на нем можно участвовать в увлекательных соревнованиях. На первые всесоюзные гонки и на картах в Ригу приехали спортсмены Москвы, Эдинграду, Легистана, Белоруссии, всех прибалтийских республик. Сейчас будет дан старт соревнований по картингу новому виду автомобильного спорта. На кольцевой трассе Межопарка карты класса 125 кубических сантиметров. На вид карты приземисты, косолапы, чем-то даже напоминают черепах. Но скорость у них, как видите, совсем не черепашья. Машины лилипуты удивительно послушны рулю. Пока гонщики делают первый круг, на трассе возникают дополнительные препятствия. Так называемые лабиринты. Эти повороты будут хорошей проверкой мастерства. Спокойнее, спокойнее. В очереди надо быть взаимно вежливыми. Впрочем, и теряться тоже не следует. Увидел просвет, вырывайся вперед. Для победы дорога каждая секунда. Семь кругов общей протяженностью в 12 километров. Вот какова дистанция всесоюзных соревнований по картингу. Понятно, что на такой длинной трассе приключаются всякие неожиданности. Явно не повезло рижанину Волдемару Рорбакс. Сломался карт. Вот и приходится против своего желания превратиться из участника в зрителя. А еще говорят, что дома и стены помогают. Нет. Для спорта это правило явно не подходит. Неудача и у другого рижанина. Но вот заглохший мотор завелся. Гонка продолжается. Кто же будет первым победителем в первых всесоюзных соревнованиях по картингу? Последний круг. Впереди два гонщика. Москвич Валентин Степанов номер 18. И эстонец Вяйно Алипере номер 46. Смотрите, Алипере обходит Степанова. Эстонский спортсмен с большим мастерством преодолевает сложную трассу. Его пытаются настичь другие гонщики. Но в их числе нет прежнего лидера Степанова. Где же номер 18? Вот он, застрял у препятствия. Теперь вслед за лидером идет литовец Шлапикас номер 15. Он стремится нагнать Алипере. Но эстонский гонщик не уступает первенству. Финиш. Вот он, первый победитель всесоюзных соревнований по картингу. Вяйно Алипере из общества Калер. И снова старт. Борьбу вступили гонщики на картах класса 175 кубических сантиметров. Ах, если бы не было этих препятствий. Отличный ход у маленьких автомобилей. А накал спортивной борьбы в соревнованиях по картингу ничуть не меньше, чем и время состязаний на специальных гоночных машинах. Сейчас впереди москвичи Эдуард Славский. Номер его карта 88. За ним его товарищи по команде. Абрубов номер 60 обходит Цыплакова и возглавляющего гонку Славского. Теперь Абрубов лидер соревнований. Уже близок желанный финиш. Абрубова неожиданно заносит на повороте. И лидером гонки вновь становится Эдуард Славский. Позади него Цыплаков, а еще дальше отставший Абрубов. Победу в этом классе картов одержал гонщик общества труд Эдуард Славский. Номер 88. Москвичу, конечно, хочется быть первым и в соревнованиях на треке. Но сделать это будет нелегко. После соревнований на шоссе все соперники хорошо уже знают друг друга. Они тщательно готовятся к заключительной гонке. Внимательно изучаются итоги первого дня. Ведь общий зачет определяется по результатам гонок и на шоссе, и на треке. На бетонном кольце велотрека Сенчу Силс карта класса 125 кубических сантиметров. С первых же метров развита высокая скорость. И понятно, ведь гонка-то решающая. Борьба идет не только между спортсменами. Одновременно проходят испытания и сконструированные ими карты. Вперед вырывается уже знакомый нам москвич Валентин Степанов, номер 18. Вчерашний победитель Вайна Алипере, номер 46, остался позади. Москвич неудержимо рвется вперед. Внимание! Остался один круг. Вы видите, насколько Степанов отравался от своих соперников. По сумме результатов Валентин Степанов на первом месте. Гайна Алипере на втором. А вот на старте и Эдуард Славский. Сейчас решится, сумеет ли он так же, как и на шоссе, добиться победы на треке. Смелость, мужество, воля к победе. Вот качества, которыми должен обладать участник соревнований по карте. Эдуард Славский впереди. Все попытки остальных гонщиков на гнате опередить московского спортсмена не приносят успеха. Славский на сконструированном инкарте в полной мере проявляет высокое искусство гонщиков. Москвич первым пересекает линию финиша. Эдуард Славский одержал победы и на шоссе, и на треке, и в общем зачете. Молодцы! Ну теперь-то я знаю, что такое карте. Замечательный вид спорта. Интересно, когда состоятся следующие соревнования? Я обязательно пойду на них. А вы? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ